МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Восемь вечера в Украине и традиционно в это время на Интере время подробностей. В студии Алексей Лихман. Смотрите в этом выпуске. Молчать не намерены. Журналисты призывают к ответу губернатора Днепропетровской области за оскорбление коллегии. Снова двойка. Венецианская комиссия недовольна домашним заданием Украины. Добегался. В России задержан экс-депутат Верховной Рады Шепелев. Новые друзья Путина. Зачем Москва собирает нерукопожатных политиков? Ночной блицкрик. Скандал вокруг госпредприятия Укртранснафта сегодня набирал обороты. Напомню, все началось вчера утром, когда наблюдательный совет НАК «Нафтогаз» сменил главу правления своей же дочерней компании. После этого поздно вечером в Укртранснафту приехали губернатор Днепропетровской области и министр энергетики. Зачем? Как развивались события? Какой скандал произошел? И все это в репортаже Ирины Романовой, который, как я понимаю, мы с вами сможем посмотреть немного позже. А пока все останемся в той же теме. А есть, мне режиссеры подсказывают, есть материал Ирины Романовой. Прошу. Поздно вечером возле Укртранснафта журналисты и люди в черном. Вход забаррикадирован. Трое нардепов от самопомощи ждут свою коллегу Викторию Войцыцкую. Она в здании. Это ее собственное желание, как народный депутат, которая от фракции самопомощи рует вообще сектор, который связан с разом с «Нафтой». Спустя два часа Войцыцкая выходит. Говорит, там нардепы и Днепропетровский губернатор. Я еще вночу, глава государственной администрации. Меня это очень удивило, именно поэтому я приехал сюда. Ближе к полуночь к журналистам выходит и сам губернатор. Обычная попытка какого-то жалкого рейдерского захвата государственного предприятия. Дымчишин приехал, говорит, у меня команда сверху. Что-нибудь глава областной администрации в ночи... Ну, с тобой хочет увидеться, блядь. Другой возможности нет радио «Свободы». А что ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснафте произошел? И русские диверсанты сюда попали, а? Что ты об этом не спрашиваешь? А, или тебя Коломойского, блядь, надо увидеть? Мы освобождали здание Укртранснафта от русских диверсантов, которые захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь. Как телка, блядь, своего неверного мужа. Ты такая же свобода, блядь, как та, что в парламент не прошла. У тебя гнебоковская проститутка. Что ты замолчал? Ну, а тебе претензии? А? Что ты молчишь? Говори, давай, вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? Коломойский говорит, идет в администрацию президента выяснять, кто дал команду на смену руководства госпредприятия. Интерес депропетровского губернатора Укртранснафте, говорят, Накнафтогаз, который накануне принял решение о смене руководства компании, вполне объясним. По неофициальной информации, Коломойский контролирует Укртранснафту еще с 2009 года, когда госпредприятие возглавил его человек Александр Лазорко. За это время добыча нефти сократилась почти вдвое. К тому же Укртранснафта хранила свое сырье на заводах, принадлежащих структурам, близким группе «Приват», а расплачивала с ними бюджетными деньгами. На пад Укртранснафта 239,9 тысяч тонн, на пад на автохимик Прикарпаття 101,9 тысяч тонн, на ват НПК Галичина 43,7 тысяч тонн. С липня 2014 года по люте 2015 года на затраты на сохранение нафты склали почти 305 миллионов гривен. Утром госпредприятие взяла под охрану милиция. Кабинет Лазорко опечатали. Новому руководителю Юрию Мирошнику выделили и кабинет в офисе НАК «Нафтогаз». Нарзепа из фракции блока Петра Порошенко потребовали отставки Днепропетровского губернатора. Почему президент не подписывает рука за этот вопрос не ко мне. Поданное, насколько нам сказал Яценюк, он давно уже сделал. Поданное тоже есть на руках, оно датировано еще июнем прошлого года на отставку Коломойского. Водбулась спроба на основе законодавства, которое было принято в Верховной Раде, провести измену руководства в структурах, которые один из украинских олигархов считал своими структурами, Ледвина Кишинкова и Держава считала Державным. Вважаю, что господором в Краине есть именно он. Он путает, не различает, смешивает свой бизнес-интерес, хозяйственный интерес и интерес государственным. Финансо-промышленная группа использует государственную компанию, которая должна работать на государство, своих интересов. Поэтому недополучает бюджет, недополучает пенсионеры. В СМИ подконтрольных олигарху сегодня появляются угрозы, если отставка будет в области возможной волнения. Ситуация под контролем, уверяет в СБУ. Ситуация у Днепропетровской области спокойна. Сегодня никаких загроз глобальных с точки зрения безопасности у Днепропетровской области нет. Тем временем Медиапрофсоюз и Мининформации потребовали от Коломойского извинений перед журналистом за оскорбление. Это нарушение всех международных стандартов и просто непорядочно, когда такая публичная персона словесно нападает на журналиста. Это опасный сигнал. Вечером в СМИ появилась информация. Коломойский договорился с президентом и премьером, что новоназначенный руководитель Укртранснафта Юрий Мирошник не будет проводить проверки в компании, о чем тот заявлял вчера. Это сделают компании большой четверки. Ирина Романова, Александр Пантелеймонов, Ирина Исаченко, Татьяна Авинникова. Подробности телеканал Интер. Вчерашний визит Днепропетровского губернатора на госпредприятие и тонкости общения чиновника с журналистом. Именно это сегодня весь день обсуждал парламент. Что именно так взволновало нардепов, знает Екатерина Лысенко. Ночные события под Укртранснафтой стали главной темой дня парламента. Традиционно с отчетом в правительственной ложе сидят министры, правда без главного. Премьера нет, хотя к нему вопросов больше всего. Ответы пришлось искать заму, да и то министра энергетики. Вчера произошли ганебные события в государственной кампании Укртранснафта. Приехал губернатор Днепропетровской области Коломойский со своим заступником, который не пропускал везде никого, который сказал, что приехал защищать предприятие от рейдерской атаки. Кто на сегодняшний день контролирует это предприятие? Позвольте, пожалуйста. Игорь Каноненко, замглавы фракции Блока Петра Порошенко, Днепропетровский губернатор обвинил в причастности ко вчерашним событиям. Мол, с его подачи в Укртранснафте сменили руководство. У нардепа только догадки, почему звучит его фамилия. Может быть, это связано с вчерашней позицией фракции при голосовании по акционерным террористам, потому что была и моя особистая позиция. Что сделал в ночи в Укртранснафте губернатор Днепропетровской области? И как он там выполнил свои функциональные обязательства? У меня вопрос. У соратников Днепропетровского губернатора свои оценки. Я не одобряю действия ни одной, ни второй стороны. Я ни в коем случае не одобряю хамское поведение в отношении журналистов. Я буду рекомендовать Игорю Валерьевичу извиниться перед журналистом. Но извинений мало, говорят нардепы у трибуны. Мы считаем, что эта людина не имеет права представлять владу, потому что такими словами влада не может обратиться ни к журналистам, ни к общества. Я очень прошу, чтобы была належная реакция. Фактически мы имеем абсолютно бесконтрольную ситуацию с боку державы, с боку силовых структур. Тем временем в куларах парламента экстренно собирается комитет по свободе слова. Их, естественно, больше волнует, как днепропетровский губернатор разговаривал с журналистом Радио Свобода. Это президент Ющенко в 2005 году. Тогда он извинился за менее грубые высказывания в адрес журналистов. Сегодня комитет по свободе слова с целым списком требований. Чтобы Коломойский попросил извинения у журналистов и до президента в житель заходе в соответствии к его повноважениям. Мы желаем такие нецивилизованные способы коммуникации с прессой абсолютно непрепустимыми. Я хочу напомнить, что даже одиозные регионалы в дремучшие часы Януковича не позволяли себе подобной поведенки. Но что касается работы самого парламента, обсуждением ночных скандалов здесь все и закончилось. Мы вчера все читали о том, что глава Госфинуслуг сказал, что 7 миллиардов похищено в государстве премьер-министром. Я не знаю, так ли это или не так. Поэтому я был уверен, что мы сегодня сядем и разберемся, куда делись эти деньги. Вместо этого какую-то ахинею я слушаю здесь. А в кулуарах Рабинович даже предложил, а может вообще эту раду распустить. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Сергей Коваль, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. События в Укртранснафте и поведение Днепропетровского губернатора прокомментировал президент. Вот что сказал Петр Порошенко. Было доручено забезпечить неохильное выполнение решений уряду и спостережной ради. О том, что руководство Укртранснафты, от сторонений и других процессов, оскільки это находится в исключенной компетенции уряду. О том, что высказали, которые пропустил глава областной государственной администрации Днепропетровской области на адресу журналистов, с ранку доручил администрации президента вызначить стягнение, которое будет вынесено голове администрации. Об этом Порошенко сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Турции, который находится с визитом в Украине. Таип Реджепер Даган заявил, Анкара предоставит Киеву 10 миллионов долларов гуманитарной помощи и поддерживает желание Украины пригласить миротворцев ООН на Донбасс. Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины, включая Крым. Российской стороне я лично передал свою позицию по поводу украинского вопроса. Последние новости с востока Украины. Были ли сегодня обстрелы и где именно, все узнаем у Вениамина Трубачева сначала. Веня, здравствуй. Какая ситуация на передовой? Да, Алексей, боевики продолжают грубо нарушать минские договоренности и обстреливают позиции украинских войск. И вот чаще всего террористы вели огонь по пригороду Донецка. В частности, атаковали блокпосты, опорные пункты в районе Красногоровки и Песок. При этом боевики стреляли из запрещенных 120-мм минометов. И в свою очередь украинские военные придерживаются условий перемирия и если и стреляют, то только в ответ. Мне повезло сегодня, я не погиб там или не раненый. А в основном каждую ночь у нас по два, по три человека уезжают. Раненых, да? Так точно, да. Трехсотых. Ну вот в Песках обстановка, как говорят армейцы, стабильно напряженные боевики подбираются к позициям украинских военных на расстояние приблизительно в один километр и ведут огонь из автоматических гранатометов. Это вот тенденция последних дней. Вот такие обстрелы происходят каждый час. Это без преувеличения. Поэтому военные без лишней необходимости стараются не выходить из укрытий и передвигаются по Пескам. Сейчас передвигаться по Пескам сейчас небезопасно, и это нужно делать перебежками. Вот в районе Дебальцево активизировались диверсионные группы боевиков. Они минируют дороги и устанавливают растяжки в так называемой серой зоне. Им противостоят украинские спецназовцы. Вот периодически завязываются локальные такие бои с применением стрелкового оружия. Также вот по словам военных появились снайперы и сейчас ведется работа, чтобы их выследить и поймать. Стреляют каждого дня из важкой, ну, речи, по ночам, дуще из стрелецкой. Ну, так. Ну, да прилетают там что-нибудь або минометов, еще что-нибудь. А вы у Виткович стреляете? Да уж. Там же козевка стреляет из такого самого. А где у меня такая самая? Это грайка. Против миномета. Это же не реально. Ну, вот еще есть информация, что вблизи границ Украины Россия проводит масштабные учения. И вот по тревоге было поднято несколько бригад в Ростовской области. Они начали грузить военную технику на железнодорожные платформы. А в Краснодарском крае проходят учения сейчас у спецназовцев с использованием вертолетов. И вот они отрабатывают тактику захвата и зачистки зданий. Алексей. Спасибо, Веня, за работу. Это был Вениамин Трубачев. А сейчас мы поговорим с Ярославом Кречко. Он тоже работает на востоке Украины. Слава, здравствуй. Где побывал сегодня ты? И вот что видел? Добрый вечер, Алексей. Мы сегодня работали в Луганской области. И вот можно сказать о том, что за последние сутки ситуация там несколько обострилась. Боевики этой ночью использовали вооружение, которое согласно минским договоренностям должны отвезти. Впервые за последний месяц украинские позиции обстреляли из Градова, еще били из танков и 120-мм минометов. Все это в районе Бахмутской трассы. Кроме того, там постоянно наши военные фиксируют провокационные обстрелы террористов со стрелкового оружия. В частности, в районе поселка Крымское. И детально о том, какая там ситуация, я предлагаю посмотреть в нашем сюжете. Доехать до Крымского можно только на внедорожниках или вот на таких грузовиках. Мы напросились к нашим военным. Спасибо ребятам, что взяли нас в Крымское. Ребята возвращаются из Литсичанска. Утром к ним приезжали волонтеры. Ехали всю ночь, не спавши. Передали продукты, картошка. Ну, то, что нам не хватало. Боец с позывным Ким в Луганской области уже несколько месяцев мобилизован. А его сын на войну пошел добровольцем. На въезде в Крымское наши дороги расходятся. На блокпосту садимся в другую машину. Покажу вам, какое у нас перемирие, как по нам бьют. По дороге через Крымское слева и справа разрушенные дома. Возле клуба несколько десятков жителей. Мы не можем выехать отсюда. Мы как в мешку, в каменном. Как вовки. Загнали, вот знаете, в логово. И сидим. В село не ходят автобусы, почти не доставляют продукты. Сегодня людям впервые привезли помощь от Красного Креста. На площади среди пенсионеров один единственный ребенок. Роман живет с мамой и бабушкой. Едем дальше. На крайние позиции украинских военных. Там сгоревший БТР и руины. Сюда попал ПТУР, противотанковая установка ракетная. Вот и все осталось. А здесь жили военные наши? Да. Потом все ушли продолжить. Отсюда до террористов километр. Вон всего Сокольники. Там уже их позиции. Обычно по ночам дорогие ходят. От речки заходят. Видно. Там, где посадка, там речка. Обстреливаюсь, напираю пулеметчики. Военные наблюдают постоянное передвижение танков и БМП-террористов. Говорят, боевики там сейчас проходят активную боевую подготовку. Впрочем, и наши бойцы времени не теряют. Родным и друзьям хочу передать большой привет. Крымская наша. Ярослав Кречко, Александр Данилов и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Луганская область. А вот количество обстрелов в Мариупольском направлении сократилось. Однако ситуация все еще остается напряженной. Подробнее узнаем у нашего корреспондента Эльвины Сеид-Булаевой. Эля, здравствуй. Какие у тебя новости? Здравствуй, Леша. Вот боевики постоянно обстреливают позиции наших военных. Сегодня огонь открыли под Чермалыку. А вот накануне массирно обстреляли поселок Широкино из 120-мм минометов. Снаряды упали буквально в нескольких метрах от расположения бойцов 37-й мотопехотной бригады. Характер оборонок соответствует 120-мм минометам. Есть подозрения, что далее там есть у нас уже оборонки. Они и 152-мм самоходным артельским установкам соответствуют. Огонь велся в течение 15-20 минут. Западная часть Широкино под контролем украинской армии, а вот восточная все еще оккупирована террористами. Туда боевики подтягивают резервы и перегруппироваются. Везут, по словам наших военных, тяжелую технику и оружие. Знаю точно, там ездят Т-64 и 72-й танчик ихний. Каждый день приезжают военные Уралы, КРАЗы, КАМАЗы, подвозят им боеприпасы. Снайперские у них хорошие там инструменты. Боевики пытались наступать и со стороны моря, однако украинские военные дали отпор агрессору. Работала вчера завушка от берега, зниженная установка. Мы туда подошли, испортили им две антенны, которые выявляют наш беспилотник. Возле моря, правую позицию, начали загонять технику. Мы там выявили МТЛБ, появляются новые компаниеры каждый день. То есть техника туда подходит каждый день. Каждую ночь над Широкино летает вражеская воздушная разведка. Это означает, как говорят наши бойцы, нужно ждать очередного арта обстрела боевиков. Это были последние новости с Мариупольского направления. Я благодарю Эльвину Сейдбулаеву за работу. И ежедневно мы связываемся с жителями Донецка и Луганска, чтобы узнать, что происходит в оккупированных городах. Давайте послушаем последние новости. С прессой проблема вообще очень серьезная, потому что никаких поставок нет. Никаких там журналов, которые раньше люди собирали, никаких газет украинских. Сейчас почти все, что продается в киосках, это либо старые выпуски, которые не распродались, либо со складов, либо какие-то газеты ДНР, Новороссии. То есть в принципе пресса не поступает. Информации никакой бумажной нет. Гварьки полупустые. Самая интересная ситуация сложилась с ветеранами Великой Отечественной войны. Будучи в Украине, они получали хорошие доплаты. И от Луганска областного совета отдельные были. А сейчас они, как и все остальные пенсионеры луганские, не получают ничего. Вот у всех складывается после этого вопрос, кто же тут бандеровцы, которые не уважают ветеранов Великой Отечественной войны Украины, которая платила повышенные пенсии, денежное обеспечение или ЛНР, которая оставалась тихо, умирает на произвол судьбы. Попасть на временно оккупированные территории Донбасса и выехать оттуда станет проще. СБУ упрощает систему выдачи пропусков для законопослушных граждан. А вот мошенники, которые выдавали фальшивые разрешения и взяточники на блокпостах, останутся без заработка. Отныне пропуск это не бумажка, а данные в электронной базе. В СБУ разъяснили, теперь заявление на получение пропусков можно будет отправлять по электронной почте. После проверки по базам СБУ, МВД и по грандслужбе данные человека заносятся в единую базу, доступ к которой будет у контролеров на КПП. Для пересечения границы достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт или водительские права. Закон алюстрации снова не прошел читку в Венецианской комиссии. Послушали, обсудили и заставили переписывать. Как оправдывались украинские делегаты, расскажет Алексей Пшемызский. С толпы европейского права. Тут, в центре Венеции, лучшие юристы, академики и профессора оценивают законы. Еще в декабре венецианская комиссия в пух и прах разнесла украинский закон алюстрации, сказав, что он нарушает права человека. К сегодняшнему заседанию Украина должна была основательно переделать документ, но основные правки не внесли. Мы обеспокоены правами людей, которых коснется люстрация. Также вызывает опасение попытка заменить этим законом борьбу с коррупцией. Мы также опасаемся того, что этот документ может стать инструментом политической мести и борьбы с оппонентами. Люстрация, чистка и власти, как бы мы это ни называли, должен заниматься отдельные независимые органы. Нас волнует эта проблема. А главное, вину каждого должен доказать суд. Это по-европейски. Необходимо доказать личную ответственность каждого. Когда кого-то люстрируют, нужно доказать, что человек виновен. И не делать это только потому, что он занимал какую-то должность. Еще месяц назад глава венецианской комиссии во время визита в Киев сказал, что пока не внесут правки, действие закона нужно приостановить. Украинские делегаты заверили его. Иллюстрированы лишь несколько десятков человек. Но это откровенная ложь. В украинских судах уже 391 иск. У нас есть информация, что люстрированы сотни людей. Я не знаю, продолжает ли действовать закон иллюстрации. Но очень надеюсь, что власти Украины все же прислушались и подождут, пока закон переделают. Уже на заседании министр юстиции Павел Петренко стал оправдываться. Виной всему оказываются трудности перевода. Замечания комиссии якобы слишком долго переводили с английского на украинский. Какими будут полномочия нового органа, ответственного за иллюстрацию? Почему такие широкие критерии? Все это украинская сторона не смогла нам объяснить, сославшись на проблемы перевода. Действительно ли в Минюсте нет переводчиков, мы пытались узнать у самого министра. Сначала он пообещал нам дать комментарий после обеда. Но вот то ли из-за плохого супа, то ли из-за хорошего вина настроение Павла Петренко резко изменилось. Сначала министр долго не решался выйти из столовой. А потом напрочь отказался общаться и даже пытался выбить из рук микрофон. Вы уже отримали комментарии? Такое общение с журналистами вызвало удивление европейцев, которые пристально наблюдали за убегающим министром юстиции Украины. Свой комментарий дала глава люстрационного департамента Татьяна Казаченко и во всем обвинила оппозицию. Вы слышали? Хотелось бы слышать, что мы не подготовили все изменения в связи с рекомендацией. Пан министр послалился на плохой и корректность, что это стало основной проблемой? Я повторю, владелец вашего канала, пан Львачкин, подпадает под забороны предназначенных законом. И на основе изменений к закону он так же подпадает под значение забороны. А что касается других департаментов, это не касается? На эти вопросы Казаченко ответить не смогла и тоже поспешно убежала. Но ответить перед комиссией все же придется. Чтобы улучшить свой английский, украинским делегатам дали время до июня. И если закон не переделают, Украине могут грозить санкции по СЕ. А дела незаконно люстрированных чиновников могут попасть в Европейский суд по правам человека. Из Венеции Алексей Пшемыски, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Перетрусили и бросили. Телеканал Тывай закрывается. Прекращает свое вещание с понедельника. Сегодня сотрудники блокировали офис телеканала. Требовали выплаты долгов по зарплате. Ее не видели почти три месяца. Внятных ответов от руководства так и не получили. Теперь готовятся к новой акции. Накануне здесь уволили более сотни работников. Остальных отправили в бессрочный отпуск. Тывай стала лихорадить после смены владельца. Тогда же начались и финансовые трудности. Произошло это почти два года назад. Прежний собственник Константин Коголовский назвал произошедшее рейдерским захватом. А среди организаторов этой схемы называл Клюева, Севковича и ныне народного депутата Княжицкого. Тогда творческий коллектив в знак протеста уволился. Но господин Коголовский до сих пор доказывает свою правоту в судах. Отстраненная должность и судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич должна и дальше носить электронный браслет. Такое решение принял апелляционный суд Винницы в ответ на ее ходатайство об отмене такой меры пресечения. Прокуратура же наоборот требует арестовать Царевич. Напомню, ее подозревают в принятии заведомо неправосудных решений в отношении активистов Автомайдана. Криминальный талант. Дважды беглый экс-нардеп Александр Шепелев, которого подозревают в крупных хищениях и даже организации убийства задержан в России. Когда он будет экстрадирован и будет ли вообще пока не ясно. Подробнее Максим Кошелев. Экс-нардепа Бютовца Александра Шепелева ищут еще с 2013 года. Подозревают в присвоении денег Родовитбанка и средств НБУ, которые выделялись на его реанимацию. А также в организации заказного убийства банкира Кириченко. Напомню, речь идет о выводе за границу более 500 миллионов гривен из Родовида, в котором Шепелев тогда был временным управляющим. Деньги ушли в офшоры на счета жены и сына, а сам Шепелев скрылся от правосудия в Венгрии. Поговаривают не без помощи своих высокопоставленных друзей. Впрочем, в 2013 году его там нашли и задержали, а в марте 2014 экстрадировали в Украину. Однако экс-нардеп снова избежал суда. Точнее, сбежал. В СИЗО ему якобы стало так плохо со здоровьем, что сотрудники пенитенциарной службы перевели его в больницу. За деньги или по наивности это уже другой вопрос, но из лечебницы Шепелев пропал вместе с одним из своих конвоиров. До этого причетны высокопоставленные и рядовый склад всей государственной пенитенциарной службы Украины. Оценка действий лекарств тоже будет надана. Тут без них так же это не случилось бы. Этот побег экс-нардепа Бютовца стоил должности главному тюремщику Украины Сергею Старенькому. В прокуратуре еще тогда говорили, что особо-то и скрываться Шепелеву негде. Либо в Крыму, либо на Донбассе, либо в соседней России. Последняя версия и подтвердилась. Сегодня в подмосковных горках в ресторане сотрудники ФСБ и МВД России задержали Александра Шепелева. Эту информацию нам подтвердили в Интерполе, по чьей заявке, собственно, и произошло это задержание. Вместе с ним также задержан его двоюродный брат, который якобы и помогал ему сбежать из больницы. Он вроде бы был за рулем машины. Теперь Шепелева снова ждет экстрадиция в Украину, расследование и суд. Но это, конечно, если Москва его выдаст, а тюремщики снова не дадут сбежать. Максим Кошелев, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Националист националисту друг. Усиливать духовные скрепы в Россию приедут немецкие крайние левые, француженка Марин Липен и даже одиозный Ким Чен Ын. Что за компания собирается? Расскажет наш сапкор Данил Русаков. Четвертый раз подряд и опять в Петербурге. Скандально известная партия Родина созывает клуб любителей Путина. В основном это европейские политики с неоднозначной репутацией. Некоторым из них, несмотря на гражданство и соглашение Шенгена, въезд нежелателен даже в соседние страны ЕС. Все это называется консервативный форум. О чем будут говорить на этот раз любители духовных скреп пока не ясно. Известно, что не последнюю роль в организации этого мероприятия сыграл Юрий Любомирский. В прошлом активист политических объединений левого толка, а также сторонник свободного хождения огнестрельного оружия. По предварительным данным в Петербург прибудут представители 11 партий. Сообщается, что все они дружно поддерживают агрессию Кремля. Их у себя дома многие, кстати, считают неонацистскими. Это и Ник Грифман из британской национальной партии, отрицающий Холокост. Есть и Роберто Фиори, открыто поддерживающий захват Крыма. С ними в одной компании немецкий политик Уда Фойкт, осужденный за 9 месяцев условно за гирлизацию СС. А еще так называемый министр иностранных дел террористической ДНР Александр Коффман. Работать с националистами Европы, они, видимо, не такие плохие, как в России и на Украине. То есть можно. Спикер Госдумы, там, не борезгует их приглашать, встречаться с ними и общаться. Потом я узнал, что на каждую страну, ну, опять же, я не могу это официально утверждать, что по миллиону евро выделяется именно националистов на работы. Но, судя по тому, сколько там некоторые люди получили, там намного больше. Впрочем, это не единственная неудобная ситуация для официальной Москвы. 9 мая оказалась под угрозой. Отмечать канун окончания Второй мировой, ну, или, как сообщает официальная пропаганда, Великой и Отечественной войны, рискует Москва без союзников. Тех самых, что смогли остановить одну из величайших трагедий 20 века. Ни Великобритания, ни Франция, ни США своих первых лиц делегировать не будут. Предполагается, что сюда, в Москву, прибудет лидер КНДР Ким Чен Ын. Компания ему составит глава КНР, Индии, ЮАР, Вьетнама, Монголии и Куба. Москва постепенно оказывается в другом окружении. И эта кампания, как опасаются здесь многие, теперь сохранится на долгие годы. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Продолжаем подробности во второй части выпуска. Узнаете о следующем. Борьба за льготы. Участники АТО вынуждены воевать с маршрутчиками. Кулачное воспитание. Скандал в Кировоградской школе. На въезде в Киев работники ГАИ задержали автомобиль с оружием. Во время осмотра легковушки инспектор обратил внимание на 12 картонных коробок в салоне. Водитель, житель Киева, заметно нервничая, объяснил, что не знает, что именно находится внутри упаковок и просто перевозит груз по поручению. В коробках же нашли около трех десятков пистолетов. Глок, 11 вальтеров, полторы сотни магазинов к пистолетам и 17 пулеметов. Водитель поспешил заявить, что это не оружие, а макеты. Все изъятые предметы сейчас находятся на экспертизе. Мало заработать и льготы на войне. За них нужно повоевать и на гражданке. Какие двери закрываются перед бойцами, вернувшимися из зоны АТО, наши корреспонденты продолжат. На Закарпатье водители междугородних автобусов не хотят перевозить участников АТО. Богдан воевал 114 дней. В феврале получил удостоверение участника боевых действий. Закон ему гарантирует право бесплатного проезда, но на вокзале Мукачева в автобус его не пустили. Когда мы попытались выяснить, почему же перевозчики нарушают закон, к нам подошел мужчина в форме охранника. Схватил штатив от камеры и унес. С руководством Закарпат Автотранса мы связались по телефону. Сначала там отрицали, что водители автобусов, которые курсируют между Ужгородом и Мукачевым, отказываются перевозить льготников. Потом все-таки признали, но во всем обвинили областных чиновников. В обл. администрации признают, с перевозчиками полностью не рассчитались. Им задолжали 4 миллиона гривен. При этом уверяют, не пускать в автобус человека с удостоверением участника боевых действий незаконно. И обратились к правоохранителям. Чтобы они приняли меры до тех перевозчиков, которые отмазывают, порушивая статью 37 Закона Украины про автомобильный транспорт, а также чтобы притягнуть соответствующих перевозчиков. Отличились перевозчики и в Николаеве. Под град ругательства водителя здесь попала 74-летняя пенсионерка. Я зашла в маршрутку и показываю ему удостоверение. А он мне говорит, пошла в троллейбус. За пенсионерку вступилась молодая женщина. Во время словесной перепалки с маршрутчиком она попыталась сфотографировать водителя. Завязалась драка, причем прямо во время движения. Он понял, что ему не увернуться. По-любому я зафиксирую его лицо. И он встает из-за руля и кулаком в лицо ударяет. Она становится меня здесь справа, мостится на так называемую торпеду. Тем самым закрыв меня лобовое стекло наполовину и зеркало правого вида. Ну я как ехал за рулем, я правой рукой говорю, да уйдите вы отсюда. Маршрутчик говорит, никого не бил. А вот то, что не хотел везти пенсионерку, признает, мол, это его хлеб. Кто прав, кто виноват, разберется милиция. А вот то, смогут ли маршрутчики и льготники по всей стране найти общий язык, большой вопрос. Марина Коваль, Кирилл Ещешин. Подробности телеканал Интер. Воспитание силой. В Кировоградской области директора школы обвиняют в избиении ученика. Елена Брынза продолжит. 12-летний Саша рассказывает, месяц назад в этом коридоре он толкнул первоклассника. Это увидела директор школы. У меня были шкибарки, я умер около три раза. Я улыбнулся. Думаю, что в школе с него так и расплакался, что-то не понял. На урок у нас пришел, пиво урока прошло, он тогда пришел. Дома об инциденте Саша рассказал не сразу. Два дня сын, жена говорит ему, Саша, пойдем в школу, поднимайся в школу. Она говорит, ма, я хочу спать. Она опять, Саша, в школу, ма, я хочу спать. Саша, иди покушай, я хочу спать. Ну и тогда уже вызвали скорую помощь. Николай показывает заключение врача. Сотрясение головного мозга. Уже в больнице мальчик рассказал о случившемся. А в школе директор начала проводить воспитательные беседы с одноклассниками Саши. Говорят, их родители. Пришла Лариса Александровна до них в класс и сказала, хлопцы, если вы не скажете, что вы его вот тут в парке побили, я вас выгоню из школы. Мой пришел домой, это рассказывает. Получить комментарий у директора школы Ларисы Метленко мы пытались на протяжении двух дней. На рабочем месте ее нет. На телефонные звонки она не отвечает. Мы попытались прояснить ситуацию в району. Комиссия расследовала инцидент. Но ни начальник, ни зам с прессой общаться не захотели. Письменное заключение комиссии в району отыскалось в областном департаменте образования. В документе черным по белому. Мальчик из неблагополучной семьи, медицинских заключений о насилии нет. Факты давления директора на учеников не подтвердились. Вот уже месяц свое расследование проводит и милиция. Результата нет. Более того, родители Саши утверждают, участковый настоятельно просил их не поднимать шум. Вы на данный момент мне говорите, что действительно у детей есть с разговорного мозга. Я на данный момент это слышу впервые. Потому что каких материалов, каких документов никто не давал. А вот в самом научно-воспитательном комплексе нехотя, но признают. Это не первый случай рукоприкладства директора. Были такие випадки, когда в грубой форме, что в ханям и так же и с куваням детинам. И было, действительно, и с братом Александром, и было и с другими учнями. Родители Саши говорят, хотят только одного. Чтобы директор школы и представители району перестали оказывать давление на их семью. Извинились перед сыном за грубость. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоградская область. 142 погибших, сотни раненых в Йемене. В столице страны Сани террористы-смертники подорвали себя в двух мечетях во время молитвы. Ответственность за теракты уже взяла на себя организация «Исламское государство». Мечети в основном посещают шиитские повстанцы-хуситы, которые контролируют Сану с прошлой осени. Никто никуда не летит. Сотни отмененных рейсов, тысячи пострадавших пассажиров. Бастуют пилоты крупнейшей авиакомпании Германии, Люфтганза. Чем недовольны, расскажет Татьяна Лагунова. Пилоты Люфтганзы бастуют и, похоже, не собираются прекращать протест. Начали в среду, затем продлили стачку еще на два дня, а накануне заявили, не сядут за штурвалы и в субботу. Каждый день авиакомпании приходится отменять сотни рейсов, затронуты как межконтинентальные маршруты, так и перелеты по Европе и Германии. Проблема в том, что меня ждет сын в аэропорту Мехико и нет возможности сообщить ему об отмене рейса. Я должна была лететь в Бремен и перебронировала билет на другую авиакомпанию через Амстердам. Но там мне не зарезервировали место на рейс в Бремен, так что я никуда не лечу. Неудобства пассажирам приходится терпеть из-за конфликта между авиакомпанией и профсоюзом, который представляет интересы пилотов. Он выступает против планов повысить возрастной предел для досрочного оплачиваемого выхода на пенсию и требует пересмотреть тарифные соглашения. Кстати, это уже 12-я забастовка за последний год. С тачки обошлись авиакомпании в 230 миллионов евро. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Пол Европы сегодня ходила с высоко поднятой головой. Боялись пропустить солнечное затмение. Если вы не видели это природное явление, не беда для тех, кто проспал. Лучшие кадры затмения собрала в репортаже наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко. Европа не видела такого больше 10 лет и столько же не увидит. Практически полное солнечное затмение наблюдали от Греции до Исландии. Чем севернее, тем лучше. Шпицберген в Норвегии, Фарерские острова. Мекка для фанатов этого астрономического явления. Ну а самые заядлые поднялись выше туч, чтобы увидеть знаменитое бриллиантовое кольцо. Из космоса его тоже снимали. Вот так это выглядело. Мы понимаем, почему все это происходит, но до сих пор во многих странах мира люди боятся затмений, закрываются дома, молятся. То, что мы наблюдали сегодня с научной точки зрения, это просто тень от Луны. Она в 400 раз меньше Солнца, но из-за расположения Земли закрывает его. Некоторые увидели только солнечный смайлик, некоторые полную темноту. А, например, жители Парижа и Лондона из-за облаков почти ничего не рассмотрели. Конечно, я разочарован, что во время уникального явления людям не удалось увидеть то, ради чего они собрались. Но многое зависит от удачи. Не увидели ни беда, зато есть повод посмеяться. Интернет взорвали фотожабы, где солнце рисовали в виде надкушенного яблока логотипа Apple, а Луну как профиль Владимира Путина. Первое в этом тысячелетии затмения длилось почти два часа. Желающие наблюдать его собирались на площадях и у достопримечательностей европейских столиц. Двойное удовольствие. Приехала посмотреть Акрополь и увидела сразу столько необычного. Рада быть в историческом месте в исторический момент. Поскольку все уже знают о мерах предосторожности, запаслись специальными очками, темной пленкой или самодельными телескопами, чтобы не повредить зрение. Ну и способ, о котором не все знают. Это банальный дуршлаг. Если поднести его к белому листу бумаги, можно увидеть много маленьких кружочков. Во время затмения это будут маленькие полумесяцы, вернее полусолнца. Готовьтесь, в следующий раз подобное затмение ожидается в 2033 году. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Где в Европе живут самые счастливые люди? Привет покойнику от президента Венесуэлы Мадуро и артиллерии у стен штаб-квартиры BBC. Об этом и не только в нашем обзоре. С артиллерией на BBC поклонники скандального ведущего Джереми Кларксона пригнали главному офису британской корпорации самоходную гаубицу. Требуют вернуть ведущего в эфир шоу Топ Гир. Отстранили Кларксона после некоторых проступков, среди которых в частности потасовка с продюсером. Поклонники Джереми, однако, заявляют, что их кумир – это луч света в темном царстве политкорректности. Барак Обама поведал о любви американцев к британской королевской семье. Об этом американский президент заговорил во время встречи с принцем Чарльзом и его женой Камилой в Вашингтоне. Чарльз такому признанию обрадовался, после чего Обама в шутку посетовал. Его народ любит королевскую семью гораздо больше, чем собственных политиков. Принц поспешил собеседника успокоить. Сказал, что этому не верит. Привет на тот свет. Президент Ванесуэлы Николас Мадуро попал в неудобное положение. Во время книжной ярмарки он подошел к стенду Аргентины, взял в руки книгу писателя Хорхе Рамоса и попросил передать автору привет. Редактор, который находился рядом, на это ответил, мол, писатель умер, причем 20 лет тому назад. Мадуро очень смутился, а его оппоненты уже вовсю смакуют промах президента. Хищные пернатые угрожают лондонской сотовой связи. Жителей британской столицы предупредили, в ближайшее время их мобильники будут работать с перебоями. Всему виной гнездящиеся сапсаны. Три пары птиц обустроились на лондонских вышках сотовой связи. Перемещать сапсанов до тех пор, пока птенцы не покинут гнезда – уголовное преступление. А занять это может не меньше двух месяцев. Датские пенсионеры – самые счастливые люди в Евросоюзе. Таковы результаты исследования к сегодняшнему Международному дню счастья. Опрос показал – чувствуют себя счастливыми главным образом жители Дании, Финляндии и Швеции. А вот болгары и греки жизнью довольны меньше остальных. Счастливыми себя чаще всего ощущают молодежь, люди с высоким уровнем доходов и хорошим образованием, утверждают социологи. Тяжелая работа улучшает семейные отношения. В этом уверяет американский антрополог Бенджамин Трамбл. Он утверждает, чем утомительнее рабочий день, тем более заботлив мужчина по отношению к своим родным вечерам. Мол, при высоких нагрузках у сильного пола днем повышается тестостерон, связанный с агрессивным поведением. И чем он выше, тем больше к вечеру вырабатывается окситоцина – гормоны любви и заботы. В Интершколе выпускной. 46 будущих телеведущих сегодня получили сертификаты об окончании обучения. Четыре месяца студенты под руководством специалистов Интера учились работать в кадре, брать интервью, снимали свои дипломные работы. Трое лучших выпускников будут стажироваться в проектах телеканалов Интермедиагрупп. Безусловно, стажировка на проектах Интермедиагрупп – это то, к чему я стремилась. Это то, зачем я сюда шла. Я действительно хочу принять в этом участие и максимально раскрыть себя, дабы в будущем реализовать себя как полноценного телеведущего. Становится понятно, когда смотришь выпускные работы, насколько сильный учебный курс Интершколы. Каждый год, а Интершколе уже 9 лет, работы все сильнее и сильнее. И люди, которые получают образование, они достойны работы в кадре. И я надеюсь, что очень многие из них появятся на экранах каналов Интермедиагрупп. На этом подробности подходят к концу, но информационный вечер на канале Интер не заканчивается. Уже через несколько минут в эфир выйдет политическое ток-шоу «Черное зеркало». С нами на связи его ведущий Евгений Киселев. Евгений, здравствуйте. О чем пойдет сегодня речь? Алексей, ну вы знаете лучше меня, что неделя была полна самыми разными и очень важными событиями. Но я думаю, что мы с вами сегодня, а я вас как всегда жду здесь в студии. Надеюсь, что вы будете, как всегда, помогать мне вести программу. Так вот, мы, наверное, все-таки постараемся сконцентрироваться на событии, которые с точки зрения политики важнее всего. Вот если говорить о том, как будет меняться ситуация в Украине в ближайшие недели и месяцы, это, конечно же, будет зависеть от того, как будут выполняться решения, принятые на этой неделе Верховной Радой. Я имею в виду новую редакцию закона о статусе отдельных территорий на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях. И одновременно решение признать часть этих территорий, которые находятся под контролем сепаратистов, временно оккупированные территориями. Вот как эта ситуация дальше будет развиваться, почему такая болезненная реакция в Москве на эти решения. И обо всем этом, хотя не только об этом, и на другие темы, мы сегодня будем говорить. Ну что ж, Евгений, задачи ясны. Будем вместе искать ответы. Хорошего эфира. Зрителям напомню, всего лишь через несколько минут я встречусь с вами в программе «Черное зеркало». Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова